История развития человечества напрямую связана с транспортными магистралями. Шелковый путь, янтарная дорога, путь из варягов в греки, дорога специй, знаменитые торговые пути, влияющие на расцвет территорий, по которым они проходили, и подъем экономики торгующих по ним стран. Современный нам мир окутан тысячами торговых путей, сухопутных и воздушных, но морские торговые трассы имеют главенствующее значение для перевозки большинства товаров между странами. На морской транспорт приходится более 60, от мирового объема грузоперевозок. Крупнейшие порты, принимающие ежедневно тысячи тонн грузов, находятся в Азии, Европе и США. Вся планета окутана морскими транспортными магистралями, соединяющими их, которые проходят в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах, благодаря чему океан уже не разделяет, а соединяет страны и континенты. Тем не менее, в 2022 году мировая транспортная система была использована для экономического давления на нашу страну. Однако Россия на протяжении уже многих лет осваивает новый морской путь, который, несмотря на всю суровость природных условий, может значительно изменить расклад сил на торговой карте мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Главным двигателем в начале освоения Северного мужского пути были две очень простые вещи. Это охота, в первую очередь, для самых первых арктических морских походов, для поморов, для каких-то коренных жителей северных территорий, ну и, конечно, для европейцев, для представителей уже государственных структур. Это торговля, поиск новых мест и путей для ведения торговли. Значимость поиска прохода с северными водами через Арктику куда-то далее на восток обозначали также и в XVI веке. Например, ревский посол Дмитрий Герасимов, который был послом при Папском дворе, высказал предположение о том, что действительно есть вот такая вот дорога в Индию и Китай через северные территории. Но если брать уже именно теорию Северного морского пути или какого-то его предшественника, который уже по протяженности трассы, по обозначенности маршрута уже более-менее похож на будущий Северный морской путь, то это XVIII век Михаил Васильевич Ломоносов. Попытки пройти Северным морским путем со стороны иностранных компаний торговых, европейских, завершились еще в XVII столетии. Тогда стало очевидно, что суда, которые на тот момент существовали, преодолеть эту трассу не могут. Потом был найден Южный путь в Индию и Китай, и необходимость именно в таком сложном северном пути для Европы отпала. Ну а дальше уже было, наверное, очевидно, что все-таки эта часть нашей планеты больше подходит для использования российским государством. Современное человечество – технологическая цивилизация, и для нас важны те базовые звенья техносферы, которые позволяют проникнуть на новую территорию, а затем закрепиться там. Для Северного морского пути – это подводные лодки, полярная авиация, корабли ледового класса и в первую очередь ледокола. Северного морского пути Ну, по поводу Арктики чуть попозже поговорим. В общем, чтобы понять, для чего нужен был ледокол Арктика и вообще ледоколы атомного этого проекта, 4.2.0, немножко заглянем в историю. С 59-го года, когда был создан первый мир атомный ледокол Ленин, началось более активное освоение Северного морского пути за счет того, что в Арктику пришел мирный атом. Атомный ледокол Ленин введен в эксплуатацию 3 декабря 1959 года, первое в мире гражданское судно с ядерной установкой. Появление атомохода значительно расширило сроки навигации, оставив в прошлом вынужденные зимовки судов. Головной ледокол Арктика проекта 10-520 введен в эксплуатацию в 1975 году. Атомоход открыл серию атомных ледоколов второго поколения. 17 августа 1977 года впервые в истории в активном плавании и надводном положении ледокол Арктика достиг Северного полюса. В советское время было построено и введено в эксплуатацию еще 4 ледокола проекта 10-520 Сибирь, Россия, Советский Союз и Ямал. Наличие такого мощного атомного флота позволило значительно увеличить поток грузоперевозок по Севморпути. Атомный ледоколов Севморпуть введен в эксплуатацию в 1988 году. Единственное в мире транспортное судно с ядерно-энергетической установкой. Ледоколов способен самостоятельно следовать во льдах толщиной до полутора метров. Атомные ледоколы Таймыр и Вайгач проекта 10-580 введены в эксплуатацию в 1988 и 1989 годах. Ледоколы имеют уменьшенную осадку, позволяющую им осуществлять проводку судов по мелководным участкам СМП, Борской губе и на Енисейском заливе, что не представлялось возможным на атомоходах проекта 10-520. После развала Советского Союза объемы грузоперевозок резко сократились. Срок службы многих атомных ледоколов стал подходить к концу. Были выведены из строя Сибирь, Арктика, Россия и Советский Союз. В 2007 году был введен в эксплуатацию последний ледокол проекта 10-520 «50 лет победы», простоявший у стенки Балтийского завода все 90-е годы. После завершения постройки атомоход стал крупнейшим в мире. С 2008 года «50 лет победы» в летний период совершает туристические рейсы на Северный полюс. А зимой 2016-2017 годов впервые в истории арктической навигации совершил сверхпоздний транзитный рейс. Также атомоходу принадлежит рекордный рейс до Северного полюса. Ледокол достиг вершины земли по воде всего за три дня. Пришло время, Арктика начала оживать. Тот провал, который был в середине 80-х годов, в 2011-го года пошел вверх грузооборот. Уже в 2016 году мы превысили показатели по грузообороту в советских времен. Сейчас уже идет речь о грузообороте более 35 миллионов тысяч тонн. Арктика ожила, движение по всем пути возросло. Проекты арктические активно притворяются. Уже несколько проектов реализовано. Дальше еще на подходе интересные проекты крупномасштабные по добыче и вывозу природного сырья в виде углеводородов, в виде нефти, в виде угля. То есть по-любому ледоколы новые были нужны в дополнение к тем существующим, которые остались еще с советских времен. там флот это предприятие, которое обеспечивает содержание и ремонт атомных ледоколов. Поэтому самая главная задача их содержать, то есть ремонтировать ремонтную компанию, выдерживать сроки. Вторая задача, самая главная, основная, это строить ледоколы, потому что старые ледоколы, ну не старые, а ледоколы советской постройки подходят, как говорится, срок службы к концу и необходимо пополнить этот парк ледоколов новым ледоколом. Атомные ледоколы, кроме России, никто в мире не строит. Первый атомный ледокол в мире был построен в Советском Союзе, это ледокол Ленин, строили его на Адмиралтейских верфях. Все последующие ледоколы, ледоколы постройки Балтийского завода. Ну, сегодня Балтийский завод полностью загружен строительством атомных ледоколов для эксплуатации их на Северном морском пути. Это ледоколы нового поколения, ледоколы серии 22-220. Два этих ледокола у нас уже вышли, работают на Северном пути, это ледоколы Арктика и Сибирь. Сейчас у нас третий ледокол находится на ходовых испытаниях, уже в этом году выйдет в работу на Северный морской путь. И два ледокола у нас строятся на стапеле нашего завода. Спуск одного запланирован на этот год, это ледокол Якутия. И через год мы спускаем ледокол Чукотка. И плюс еще 5-6 серийный правительство приняло решение о строительстве. Сейчас работа идет по договорной, по обвеске именно договора о строительстве. На сегодняшний момент у нас контракт заключен с Росатомфлотом, с той организацией, которая будет эксплуатировать этот ледокол. Но на самом деле, конечно, это государственное финансирование, это государственные деньги. Именно поэтому мы говорим о том, что только Россия владеет атомным флотом. Потому что стоимость создания такого гражданского судна, она просто неподъемна для частного инвестора. Это не деньги, которые можно получить обратно на достаточно коротком плече. Это инвестиции, стратегические инвестиции государства в развитие территории прежде всего. и обеспечения наших стратегических потребностей в перевозке полезных ископаемых, которые везутся при помощи морских судов. Город, но и без Corps Лево, лево. Лево, лево. Лево, лево. Квалификацию экипажа, естественно, куда же без него, потому что возможности они заложены на ледоколе. Проект 4-2-0. Первый из них головной был «Арктика». Мы считаем его опытно-конструкторской работой. Ничего нового в советское время точно так же использовался головной ледокол для отработки всех технологий. Главное, чего хотели достичь при проектировании ледоколов проекта 22-220, это избавиться от необходимости при одной проводке использовать два ледокола. Проект 4-2-0, вот универсального ледокола, он воплотил в себе все, все достоинства мелкосидящего ледокола и все достоинства ледоколов линейных. Именно в компоновке самой установки силовой и формировании корпуса, интервалевого комплекса, именно все было реализовано при создании этого проекта. В промежутке между советской властью и началом строительства головного ледокола «Арктика» прошло время, и в это время мы строили коммерческий флот. Навык постройки судов мы не потеряли, но это были другие суда, это были другие толщины, это были другие материалы все-таки, и поэтому нам пришлось обратно собирать коллектив. Когда ледокол начинает строиться, он строится, естественно, под наблюдением заказчика, то есть заказчиком у нас строительство «Это ледокол» являлось предприятием «Губа Тамфлот». На опыте строительства прошлых ледоколов у нас формируется группа наблюдений за строительством. Ну и понятно, что специалисты там со стороны не возьмешь, это именно были специалисты, которые уже отработали в своих должностях, ну в среднем начальники служб на ледоколах прежних проектов. Огромная проблема была с инженерами. Получилось, что люди наиболее активного возраста массово в 90-е ушли из промышленных предприятий. Это очень специфические знания о том, как построить атомное судно. То есть нам пришлось тем костяком, который еще застал строительство предыдущих ледоколов, учить новых людей работать с этими материалами, работать с этими технологиями. И строительство началось, конечно, с нуля. То есть приходилось работать и инженером, именно корабелом. Это когда формировался корпус. Приходилось согласовывать документацию на формирование надстройки, именно обустройство кают, но и непосредственно как руководитель механической службы. То есть согласовывать документацию по механике. Приходилось ездить в командировки, выбирать оборудование. Это работать с конструкторами, с поставщиками оборудования. Здесь, конечно, работа интересная. Судовые турбины у нас в этом промежутке между ледоколом «50 лет победы» и ледоколом «Арктика» не делались. Для того, чтобы мы получили новые турбины, наши смежники должны были возродить свое производство. То есть когда мы говорим о том, что мы что-то сделали, мы говорим о массе предприятий, которые работают вместе с нами. Ну, я считаю, что в группе «Тамфлот» мы сохранили именно преемственность поколения. У нас не было потеряно ни одного поколения. Были сохранены специалисты, их опыт. И этот опыт помог на стадии формирования проекта ледокола сделать его безопасным и ускорить строительство. Понятно, что любой новый проект, он навсегда гладко не проходит. Кто следит за строением в нашей стране, конечно, все знали, что в период швартовных испытаний, на ледоколе «Арктика» вышел из строя один якорь на правом электродвигателе. Оказалось, что у нас два двигателя работают на полную мощность, и один из них работает только на 50%. Не предусматривалась вообще возможность агрегатной замены такого большого оборудования. Система электродвижения была для нашей страны именно новая и в проектировании, и в строительстве. Проблема в том, что на Северном морском пути нужен был ледокол сейчас. А такие большие агрегаты – это то, что делается специально для этого судна. Это не то, что где-то у нас лежит на складе. То есть даже если бы мы решили, хотим заменить сейчас, через месяц ничего бы не было. Нам надо было изготовить новый двигатель. Было постановление правительства, которое обязывало именно Балтийский завод, наше предприятие, да, организовать работы по замене. Мы помним, у нас было 60 мегаватт, если бы работало ли все три. В итоге 50 мегаватт хватило для того, чтобы показать на чистой воде спецификационные характеристики ледокола. Рассмотрев вместе с нашими поставщиками, с «Росатом флотом», какие есть возможности, было принято решение ввести судно в эксплуатацию вот эти 50% мощности. И после того, как работает сезон, летом встать в док и произвести замену двигателя. Это дало время на то, чтобы изготовить его. Это дало возможность нам проработать варианты этой замены. В доке Величинского двигатель был заменен, и с точки зрения судоремонта, когда порядка 200 тонн вес оборудования вынуть из корпуса, причем не вертикально, а через борт, это, конечно, даже таких и раньше поделений никто не показывал. То есть нигде такого не было. То есть в нашей стране такая глобальная операция была выполнена впервые. Мы совместно со всеми нашими подрядчиками разрабатывали ее в течение полугода. Справились мы с заменой ГЭД за месяц. Уже год прошел, да. Арктика прекрасно отработала год. С двигателем теперь проблем никаких. На следующих заказах с двигателями все в порядке. Да, бывают ошибки, бывают недочеты, да, но мы с этим справились. Мы стали сильнее, мы стали умнее, мы получили опыт. И любой опыт — это хорошо, это позволяет двигаться вперед. По оценке, в первую очередь, капитанов ледокольного флота, ледоколы себя великолепно зарекомендовали. И с точки зрения ходкости, и с точки зрения прокладывания канала, так и с точки зрения обводов корпуса, позволяющих действительно более уверенно держать себя в ледовых условиях и с более мощными двигателями колоть большую толщину льда. Продолжение следует... Интерес очень серьезный. Завозятся снабжения, оборудование. Все необходимое для того, чтобы Арктика развивалась, грузы вывозились. И наличие атомных ледоколов, как неотъемлемо, одна из главных составляющих масштабного национального проекта по дальнейшему развитию Северного морского пути и даже в ближайшем будущем, не за горами, это переход к навигации круглогодичной. Северный морской путь стал ключом к началу практического освоения арктических территорий нашей страны, которые занимают 1,5 ее площади и на которых находится значительное количество природных ресурсов. Прошлое, настоящее и будущее русской Арктики всегда напрямую было связано с покорением Северного Ледовитого океана. На восток не ходили, потому что еще не совсем до конца изучен этот район именно в те периоды плавания, до февраль, март, апрель, вот именно тяжелые в ледовом отношении. С западным сектором Арктики мы давно уже дружим. Изучен он хорошо был достаточно еще в советские годы и весь флот работал арктически именно на линии Мурманск, Людинка. Колько лет мы ходили на восток по программе Северного завоза. Ну, во-первых, не было тех проектов, которые необходимо было круглогодично ходить на восток. Второе, чтобы на восток идти, кроме ледокола еще, нужно туда транспортное, именно тяжелое. Я тяжелое имею в виду с точки зрения ледового класса, Арк-7. Они очень дорогие, постройки и эксплуатации. Сейчас мы обеспечиваем за счет действующего ледокольного флота работу на трассе Семерпутия. В пределах где-то гарантированной безопасной работы по проводке караванов судов это, ну, 8-9 месяцев. Севера делятся по мысу Челюсть-Каналу, северное конечник, полуостров Таймыр, где-то там 104-й меридиан. А дальше уже восток, это море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Ичуковское море. Моря более мелководные и лед там более серьезный. Если это Карское море, лед, который намерзает за зиму, Летом весь тает, и Карское море очищается ото льда однолетнего. А на востоке лед толщина мерзает, и однолетний, и за лето не весь лед, который за лето намерз, растаивает. Он превращается в остаточный однолетний, дальше он уже, не растаив за лето, в двухлетний превращается, там, в многолетний. Самое сложное в освоении Северного морского пути, наверное, все равно связано с неким недостатком отечественных технологий, которые позволяют быть нам более информированными. Ну, вы прекрасно понимаете, что, выходя из одного порта, допустим, в Обской губе, капитан должен быть максимально информирован о всех тех ледовых условиях, подводных течениях, ветре, гидрометеорологических данных, для того, чтобы он мог спрогнозировать свой маршрут и провести его наиболее безопасно. Мы ведем большую работу по созданию целой цифровой экосистемы Северного морского пути. Ключевой проблемой на сегодняшний день является это получение данных. Не все так просто с точки зрения обеспечения научной и гидрометеообстановки. Поэтому сейчас мы развиваем штаб морских операций, единая система цифровых сервисов. Там неимоверное количество будет данных входящих. Но в то же время и все данные, которые мы сейчас получаем, мы в нашу систему, автоматизированную систему управления, с моей спиной, это показатель как раз этой системы, это будет такой сгусток всех данных именно для безопасности и проведения всех операций, которые в Северном морском пути. Мы активно начинаем работать с другими компаниями, исследовать их передовой опыт, как с точки зрения логистики, так и с точки зрения тех же цифровых сервисов. И очень важно объединение усилий для того, чтобы действительно не распылять финансовые, организационные кадровые ресурсы, а вот в этих достаточно непростых условиях, в том числе санкционного давления, сформировать такое единое цифровое пространство, которое будет из единого окна, мы очень рассчитываем, что это будет наш штаб морских операций, подавать весь набор необходимой информации для проведения судов по маршруту. В определенное время выдаем определенные данные, прогнозы, снимки, даже снимки, которые могут накладывать на электронную карту у себя. Мы постоянно поддерживаем с ними связь. Если ледовые условия, конечно же, начинаются ужесточаться, то здесь уже применение и обеспечение ледокольных проводков. Мы отвечаем за прогнозы по трассе в Мурпути, весь комплекс гидрометеорологического обеспечения. В настоящий момент мы ведем модернизацию вот нашей прогностической системы «Север». Автоматизированная информационно-аналитическая система, система «Север». и она предназначена для двух основных задач. Для мониторинга ледовых гидрометеорологических условий в морях Северно-Ледовитого океана, оперативного гидрометобеспечения различных видов морской деятельности. ФГБУ глав «Северно-Мурпуть» является нашим основным потребителем. У нас с ним договор, по которому мы предоставляем ему весь перечень необходимой информации. Ледовые карты, ледовые прогнозы, типы ледовых условий, метеорологические прогнозы, долгосрочные ледовые прогнозы. Впервые практически начали работу по проводке судов и движению судов в восточном направлении в зимний период. Конечно, ключевой задачей Северно-Морского пути является обеспечение его безопасного и круглогодичного использования по всей его акватории. В первую очередь в восточном направлении. Целевой установкой стоит достижение круглогодичности к 30-му году. Более того, есть еще там целевой такой показатель, что сократить прохождение по Северно-Морскому пути, и чтобы оно стояло не более 10 дней. Это большой вызов для нас, как для научной организации, обеспечить круглогодичную навигацию и круглогодичную навигацию в восточном направлении, поскольку этого никогда не было. Если для судоходных компаний, для добычных и так далее, это вызов обеспечить все эти объемы, нам нужно, в общем-то, поднастроить свои модели прогностические, статистические методы, уточнить, чтобы это все было качественно. Но в настоящий момент мы готовы предоставлять эти данные. Основной базовой информацией является спутниковый снимок. Спутниковый снимок на самом деле тоже является информационной продукцией. По нему судоводитель может прокладывать курс и идти сквозь льды, выбирая оптимальный маршрут. Спутниковые снимки лежат в основе ледовых карт, которые отражают зоны наиболее толстых и наиболее молодых тонких льдов, которые помогают также принимать решения о том, какие районы моря могут представлять опасность для тех или иных классов судов ледовых, ну и планировать, собственно, операции морские. При оценке маршрута перехода оцениваются и учитываются такие параметры, как сплоченность, толщина, сжатие и торосистость. Это те основные факторы, которые влияют непосредственно на безопасность и на возможность проводки в данном районе. В свою очередь ледовые карты ложатся в основе ледовых прогнозов, краткосрочных в первую очередь, которые используют их в качестве одной из входных информаций. На основе них производятся прогнозы на несколько дней вперед о распределении льда, о возрастных характеристиках льда, о дрейфе, может быть, о торосистости и сжатии. У нас есть фактические данные, то есть то, что происходит сейчас в данный момент времени. Если, находясь в данном районе, оцениваем визуально и технически при помощи операционных станций, маршруты перехода оцениваются при помощи космических снимков ледовой поверхности, которые также тоже имеют суточные, двух-трехсуточные данности, ну и, естественно, прогнозы. Мы пользуемся как открытыми данными, так и в некоторых случаях, если этого требуют наши пользователи, им это необходимо, мы заказываем коммерческие данные. Правила — это зарубежные данные, например, радиолокационные спутники канадские, которыми мы регулярно пользовались. Сейчас мы не можем их купить, и это нас заставляет искать альтернативные источники. Надеюсь, что мы сможем закрыть эти пробелы с помощью наших китайских коллег, потому что у них тоже довольно сильная группировка сейчас существует. Мы на сегодняшний день не имеем спутниковых технологий отечественных, которые бы позволяли нам в режиме реального времени, что в идеальной модели, или хотя бы раз в сутки получать полную радиолокационную фотографию Северного морского пути. Почему радиолокационная фотография, а не оптическая? К сожалению, оптические спутники с учетом большой облачности над Северным морском пути зачастую не дают той картинки, которая нам нужна. А мы видим только облака и не видим ни ледяного покрова, ни трещин, в которой могут эффективно проходить пароходы. И это, как мы представляем, одна из таких серьезных проблем, которые нам предстоит решить. Сейчас Роскосмос должен в следующем году, по крайней мере в апреле, он обещает запустить первый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА». И в этом же году должны запустить второй спутник «Обзор-Р». И мы надеемся, держим пальчики за то, что все успешно запустится, и мы сможем пользоваться этой информацией. В прошлом году случилась пробка на СМП, когда суда, зайдя в более позднее время, в ноябре, с учетом их технических характеристик, надо признать, что все грузовые суда на сегодняшний день достаточно большого возраста, многие насчитывают более 30 лет эксплуатации. Просто даже в 30-метровом льду не смогли пройти, и была организована спасательная операция. Преследование на восток, там условия ледовые совершенно другие. Там масштабы и массивы льда гораздо больше. Можно попасть в район дрейфа разделов. Это там, где глыбы льда, массивы льда встречаются с разным направлением. Поля льда огромные. И вот в этом месте наблюдается торосистый сюжет. Это два момента, которые, ну, как бы очень важны и очень опасны. Мы в прошлом году очень далеко в зиму ушли на восток, когда певексовская компания там была, мы сюда заводили. Попали в такую чуковскую воронку, которую раньше, в принципе, никто не замечал. При определенных условиях ветер течения собирается ледкой, он просто течет рекой. Даже слабый лед тонкий, там до 30 сантиметров, превращается в непреодолимого препятствия. Хотя на Западе таких, как говорится, явлений никогда и не видели. Все говорят, вот коллапс произошел в 21-м году. Но для нас было это огромное приобретение, проводки судов. Мы получили ту информацию, которую не смогли никогда бы получить, только лишь математическим путем, каким-то методикой. Окунулись очень глубоко. И как раз института АНИИ проводили несколько совещаний. Из этого вынесли очень многие руки. Мы справились, всех вытащили. И самое главное, что мы все выделили безопасно. Без повреждений, без аварийных случаев. Опыт прошлого года, как я уже сказал, когда суда застряли фактически на СМП, а разрешение мы выдавал Минтранс. И было принято решение, что и разрешительную деятельность передать РУСАТОМ, и уже сосредоточить не просто властные полномочия, а именно всю полноту ответственности за безопасность судоходства в разрезе как инфраструктуры, так и тех судов, которые есть в лице вот одной госкорпорации. С августа месяца этого года сформирован ФГБУ главы Северной Морпути. Кстати, можно сказать, что это преемственность большая. Предыдущее управление главным Северным морским путем было создано ровно 90 лет назад. Целью подразделения является обеспечение организации ледокольной проводки, выдача, приостановление, возобновление и прекращение действия разрешения на плавание в Акатуре Северного морского пути. Нашей целью является создание единого такого диспетчерского центра по Северному морскому пути, который действительно будет оперировать всеми судами, в первую очередь с точки зрения безопасности. Как бы лед не уменьшался, он действительно за последние 40 лет уменьшился там больше, чем два раза. Тем не менее, у нас трасса Северного пути свободна от льда только в летний период. Это 9-10 недель в году всего лишь. В зимний период трасса занята льдом, и в ближайшие десятилетия, конечно, зимой лед будет. Был заказан даже прогноз того же института АНИИ до 50-го года. По-моему, 11 моделей было. В результате было показано, что однозначно в зимний период будет поверхность покрыта льдом. Все акватории Северного морского пути. Более того, несмотря на эти процессы, которые фиксируются, потепление, год от года обстановка на трассе меняется. Это не линейный процесс. То есть тут я бы сказал, что значительно усложнилась вот эта ситуация. Она стала более мозаичной и требует большего внимания. Именно вот все, что касается льда, прогнозов по льду. К востоку мы аккуратненько подкрадываемся, изучаем в отношении безопасности млеплавания, ледового плавания, караванов. При этом жизнь бежит быстрее. А с учетом происходящих в мире изменений, многие грузоотправители, которые работали в западном направлении, все чаще ставят нам задачу сдвинуть эти сроки с 30-го года по круглогодичности влево и просят начать круглогодичное использование, ну, уже чуть ли не с 25-го года. Это очень амбициозная задача. Пока мы точно будем делать расширение навигационной возможности. Это, кстати, еще и важно не только в разрезе вывоза крупных компаний своей продукции в виде углеводорода. Это также еще и важно по обеспечению северных территорий с северным заводом. На Дальнем Востоке на заводе «Звездоостро» строится ледокол «Лидер» под названием «Россия». Он будет в два раза мощнее, чем действующий ледокол. Вот проект «Арктика» – 120 мегаватт. Он будет практически с измеримыми с завозами. Длиной 280 метров, шириной 48. Везде пол будет «Арктический». Проект «4.2.0» делает канал шириной 34 метра. Ледокол «Лидер» должен делать канал шириной 54 метра. Конечно, в таком канале при надлежащих ледовых условиях суда будут чувствовать себя более вольготно и будут с повышенной коммерческой скоростью проходить СМП. Уникальный ледокол с точки зрения насыщения энергоэффективностью и реакторной установки «Ритмин-400», «МИ-200», как на «4.2.0». Не все хорошо с точки зрения сроков сейчас, на данный момент. Но я думаю, что все равно мы его построим. Сдача – 27-й год. Но то, что он будет назван Россией, успокаивает в плане, что все люди, кто его строит, понимают, что такой ледокол с таким названием надо сдать в срок. При выполнении судостроителями своих обязательств сдачи ледокола в срок, при успешном реализации цифровых сервисов, при наращивании аварийной спасательной готовности, и это относится как к Минтрансу, так и к МЧС. У нас есть все возможности для выполнения задачи по-клугодичному использованию СМОР-пути. Освоение Арктики унесло больше жизни, чем покорение космоса. Такая же далекая, прекрасная и недоступная, она испокон веков манила людей своими секретами и возможностями. Те люди, которые там работают, они, мне кажется, наиболее подготовлены, наиболее эффективны, и у них нет сложностей или каких-то страхов перед этой такой суровой погодой и природой. Но вот технически и технологически все равно мы должны быть готовы обеспечить им комфортные условия. Нельзя человеку научиться играть на скрипке, не взяв смычок, да, инструмент в руки. Ну, так и у моряка надо встать на мостик судна, взять в руки органы управления. Необходимы практические навыки. Их можно отрабатывать либо на борту судна, либо на специальных симуляторах. Тренажер Крыловского центра по своему оборудованию и программному обеспечению один из лучших в мире. Есть практические навыки, которые, наверное, можно получить где угодно. К примеру, как включаться в дыхательные аппараты, как тушить пожары на судах. Такие учебные центры есть по всему миру, в любой морской стране, которая готовит морские экипажи. Но если мы говорим про Арктику, это достаточно уникальные компетенции. Есть всего несколько стран, которые этими компетенциями обладают. Но опыта ледового плава, ледокольных проводок, ну, конечно, нет ни у кого, кроме России. Данные тренажеры позволяют спроецировать жизненные ситуации. Здесь можно ошибаться. В реальности на судне Вальдо ошибаться нельзя. И все наши морские курсы, они практически все подразумевают работу на тренажерах. Традиционно готовим ребят, студентов, курсантов, которые сами приезжают из северных регионов, которые трудоустраиваются в компании, которые работают в регионе Арктики, эксплуатируют суда, которые заходят в замерзающие порты Российской Федерации. В целом, в Институте дополнительного профессионального образования занимаемся повышением квалификации, переподготовкой специалистов морского, внутреннего водного транспорта и морской нефтегазовой индустрии. Мы преподаем и самостоятельное плавание, и плавание за ледоколом. И с точки зрения учебных заведений, ну, мне так кажется, таких знаний, таких компетенций, ну, на самом деле, их немного в мире. Понимание, что такое лед, какие типы ледов бывают, виды ледовых полей, опасности, которые эти ледовые поля могут представлять не только для судов, но и других морских объектов. Это вопросы ледового прогнозирования, это применение наилучших практик, людей, которые имеют опыт ледового плавания, питанов, судоводителей, в том числе и механиков. Где-то тяжелый лед, где-то легкий лед, где-то можно, нужно, там, увидеть трещинку какую-то в нее, заскочить, проскочить, искать какие-то пути, обходы. Иногда приходится, наоборот, даже сдать назад, там, 10-15 миль, бегать в какое-то большое ледовое поле. Энергоэффективность, да, то есть каким образом можно было бы пройти тот или иной участок с использованием наименьшего объема топлива, бережливое отношение к корпусу судна, умение читать ледовые карты, умение понимать и искать наиболее эффективные, оптимальные пути, используя движения льдов, трещины. Навигация, то есть вот непосредственно работа с эллисом, с картами, это прокладка маршрута, проработка маршрута, выбор оптимального маршрута с учетом ледовой обстановки, погодных условий, так как в Арктике погода меняется, буквально вот в момент. Спокойно, хорошо работать с капитаном, когда он знает, что делает, когда он объясняет и учит. Прошло собеседование, меня взяли на практику, по выходу у меня будет в дипломе написано инженер-судоводитель, но по факту это штурман, применять теоретические знания, которые все-таки есть, именно непосредственно на практике, потому что по факту ты учишь одно, иногда бывает все-таки немножко по-другому. Мы не знаем, когда вот желание вставало, вопрещало, когда вот полиоким вставало, но там чем больше судно вопрещало стоит, в работе в операционной. Конечно, конечно. Достаточно большие объемы подготовки в общей сложности, наверное, по ледовому плаванию мы обучили больше всех, наверное, не только в Российской Федерации, мне кажется, в мире, около двух с половиной тысяч человек, 80%, наверное, членов экипажей судов разных стран работающих на проекте «Ямал-СПГ» это выпускники наших ледовых курсов. Когда стал реализовываться проект строительства серии ледоколов 4.2.0, возник вопрос кадрового обеспечения этого проекта. То есть нужно иметь 14 экипажей, их надо где-то готовить. Нам была поставлена задача организовать специализированный центр, который мог бы уже в новых условиях разработать программы обучения, первичной подготовки, повышение квалификации с проекта на проект, предрейсовой подготовки. Ну, вот это, наверное, ключевая на сегодняшний день задача Центра морских арктических компетенций. Кадровый голод у нас встречается очень сильно с точки зрения нехватки молодых специалистов. И сейчас мы только нарабатываем Центр морских компетенций, делаем тренажерную линию. В общем, с ними работаем очень плотно для подготовки кадров. Но всё равно этого не хватает. Два ледокола прибыло, третий сейчас на стапеле. На каждый ледокол 108 человек. Это два экипажа. Один экипаж 54 человек. И, естественно, их нужно подготовить, нужно обучить. Специалисту, окончившему университет, нужно не менее полутора лет подготовки, чтобы сесть за пульт реактора. Человек должен знать прекрасно физику процессов, вводим их в специальность, потом их отправляют на атомный флот, в море, на ледоколы, где они начинают привыкать к металлу, познают железо, лазают по трубам, по системам. Эксплуатации за пультами пока не допущены. Они задают экзамены, проходят стажировку на атомных ледоколах, потом возвращаются опять к нам. У нас на сотни до 20 человек доходит именно стажёров. И как командные должности, так и рядовые. Мы готовим специалистов для строящихся ледоколов. Мы их окончательно уже тренируем во всех возможных условиях. Всегда хотел и планировал пойти на оператора реактора, но нужно сначала закончить четвёртый курс и понять, хватит ли сил разобраться в предмете. Я могу выбрать прохождение практики либо уже на основном механика, либо на оператора ядерного реактора. Оператору нужно иметь голову на плечах, всё-таки атомный реактор — это большая ответственность. Наш тренажёр — это математическая модель всех физических процессов, которые идут на нормальном ледоколе вживую. Процессы идут точно такие же, как на ледоколе. Тренажёр, он чем хорош? Мы можем воспроизвести любую аварию. Надо быть к этому готовым. Это одна из наших основных задач — их готовность к любой аварийной ситуации. При нормальной эксплуатации ледокола — крайне редкое явление. Но в то же время, когда какой-то параметр выходит и устроит, автоматика реагирует на это дело, вплоть до того, что глушит сама реактор и без участия оператора — это стресс для него. Надо внимательно смотреть, оценивать, почему это всё происходит, и принять решение, что делать дальше. На сегодняшний день мы уже провели подготовку экипажей трёх атомных ледоколов. Мы идём шаг за шагом по развитию Центра морских арктических компетенций, создаём специальные лаборатории, которые позволяют морякам прививать навыки не только по эксплуатации энергетической установки, но и в частности систем автоматики, микропроцессорной техники, отрабатывать действия как в рутинных, так и в каких-то внештатных ситуациях. Благодаря тренажёру процесс обучения намного легче, нежели по книжкам. Всё-таки на практике учиться попроще. То есть 70% не остаются. Ребята работают, что-то осознают, что-то нравится, что-то не нравится. Главное, у молодёжи здесь есть возможность, как бы все работают, но здесь нету альтруистов, знаете, там вот, как бы и романтиков, как бы. Это не те полярные экспедиции Русанова, Брусилова, Гестла и многих-многих-многих. Сейчас люди приходят зарабатывать деньги. Они здесь получают квалификацию, мы им создаём, работодательные хорошие, оптимальные условия труда, соблюдение всех вопросов безопасности, то есть повышение квалификации, пожалуйста, наставничество, пожалуйста, всё через стажировку, они сразу в бой. Пожалуйста. 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 Если уйти немножко в историю, в прошлом веке, в 50-е годы, 60-е активно в Арктике материнговой части велась геологоразведка. Было найдено очень много этих месторождений. Все места были помечены на схемах. Примерно были оценены запасы этих. Осталось как добраться. Северный морской путь является стратегической морской северной магистралью. И, конечно, мы считаем, что это наиболее защищённая магистраль, которая позволяет, хоть и в сложенных, ледовых и суровых природных условиях, развивать такую морскую логистику для вывоза углеводородного сырья, в первую очередь. Нам очень нравится пример, когда один газовоз с сжиженным природным газом, придя, например, в такой город, как Мадрид, и при разжижении этого газа может обеспечить газом целый город в течение месяца. Без логистики в Арктике делать просто нечего. Опыт есть уже, освоение. Если построили где-то завод в Сабете, с нюансами, впервые был построен завод. Понятно, что напротив строился завод уже по проекту Арктик-СПГ, и там учтён опыт, который приобретался при слице завода вот именно в Сабете. Сейчас вот активно развивается проект Новотека по СПГ-газу. Он и развивается, сейчас уже и на второй этап переходит, увеличивает мощности. Модули и платформа гравитационного типа. При соединении и интеграции этих двух систем мы получаем плавучий завод СПГ. После строительства и окончания интеграции завод сам по себе, как плавучий, может двигаться в любую точку, где есть газ, к любому месторождению, и, соответственно, давать готовую продукцию. ССКМС – это центр компетенции СПГ-индустрии в стране на сегодняшний день. Два сухих дока, в которых одновременно производится основание гравитационного типа больше 400 метров длиной и 175 метров шириной 480 тысяч тонн. И после этого ставится сверху технологическая линия, которая весит суммарно около 160 тысяч тонн. Платформа гравитационного типа позволяет хранить СПГ в двух резервуарах объемом 170 тысяч кубометров каждый для того, чтобы осуществлять последующую отгрузку уже непосредственно в танках. Завод по производству заводов. Мы производим плавающие заводы СПГ. Все, что можно поставить на воду и отбуксировать в любую точку арктического побережья и эффективно эксплуатировать. Внутри УГТ есть масса инженерных систем, позволяющие обеспечивать технологические модули необходимыми средами для того, чтобы завод работал безперебойно, с нужным качеством и с нужной производительностью. Особенность заключается в том, что вот настолько плотная компоновка завода на бетонном основании, которое находится в плавающем состоянии, может быть транспортирована в любую точку, где есть месторождение. Концепция реализации завода технологической линии на основании гравитационного типа позволяет не ввязываться вот в эту инженерную огромную работу по установке всего этого на берегу. Мы здесь делаем в комфортных условиях, где в тепле, в теплых цехах, на стационарном оборудовании все работы по металлу, по установке оборудования, по покраске, по перемещению всего тяжеловесного оборудования. Сравнивать какие определенные есть особенности Ямал-СПГ с Арктик-СПГ, ну, несложно себе представить, если человек покупает бытовой прибор в магазине, приносит домой, включает его в розетку, он начинает работать. Он не собирает это устройство у себя дома. То есть, понятно, насколько меньше процессов необходимо использовать на самом месторождении. Технологическая линия состоит из 14 модулей, и самый крупный из них весит около 17 тысяч тонн и высота его около 56 метров. Например, самый большой цех в России, 107-й, он теперь находится в Мурманске, здесь, на площадке ЦСКМС, высотой около 100 метров и по строительному объему более 9 миллионов кубических метров. Длина пролета в цехе, например, в цехе, где собираются металлоконструкции, длина крановой балки у нас 90 метров. То есть такого в России вы тоже нигде не найдете, это своеобразные рекорды. В этом здании одновременно можем собирать полностью все технологические модули одной линии завода. Помещение позволяет технологично собирать, укрупнять все металлоконструкции, насыщать оборудованием, трубопроводами. Поскольку мы очень крупногабаритными вещами, тяжеловесными занимаемся, в пример, вот в 107-м цехе ворота 72 метра высотой, и это самые большие ворота в мире, они сейчас занимаются регистрацией рекорда в книге Гиннеса. Вот одна створка 300 тонн. То есть это масштаб, это огромные веса, большие размеры, огромные, соответственно, вот такие площади. у нас только в одном цехе 35 различных кранов. В каждом пролете по два крана по 300 тонн производства Уралмаш, которые могут работать в параллели, поднимать и перемещать одновременно конструкции по 600 тонн. То есть в целом по изготовлению компонентов уходит два года. После этого идет процесс интеграции порядка 9-12 месяцев. То есть фактически завод готов уже к концу третьего года и уже необходимо само подключение непосредственно к месторождению. В пике строительства было больше 4000 единиц различной техники, которая здесь трудилась. И работало больше 26000 человек. И вот это нам позволило через два года после начала строительства летом 2019 года уже зайти в первый док. И в первом доке, вот вы сейчас наблюдаете, уже готовое практически на 90 с лишним процентов первое изделие, так его можно грубо назвать. Люди приезжают сюда, получают новые знания, опыт, у них появляется дополнительная мотивация, и потом они сами чувствуют, что становятся востребованными на рынках в любой специальности, что им под силу спроектировать нечто подобное, где-то себе реализовать, что-то построить. После процессов интеграции и осуществления определенных пусконаладочных работ, данный завод будет тремя основными шагами транспортирован на педан. Навигационное окно для транспортировки очереди завода возможно в августе, когда нет уже влияния ледовой обстановки, когда мы можем смело двигать ОГТ по морской артерии. И до Ямала не так далеко. В общем, и Мурманск также является частью Северного морского пути, поэтому, конечно, и транспортировка грузов в будущем, и поставка заводов, буксировка на Гаданский полуостров, она вот обеспечивается именно положением того, что мы выбрали точку на работу здесь, в Мурманске. Мировая практика показывает, что подобный проект не был реализован нигде на данный момент. Северный морской путь, несомненно, носит стратегическое значение для Российской Федерации. Во-первых, потому что с учетом истощения ряда запасов углеводородов в средней полосе России, многие крупные инвесторы и крупные компании переориентируют свои проекты ближе к Северному морскому пути. Я же не говорю про мир, вот для нашей страны. Даже обычная перевозка грузов из запада на восток по северу занимает меньшее время, чем по железной дороге. Поэтому это наша артерия, которая еще до конца не освоена и которую нам предстоит освоить. Северный морской путь также является наиболее защищенным с точки зрения своего географического положения. Там нет пиратов, там нет других стран, которые могли бы накладывать какие-то ограничения. И для развития Северного пути предлагаются титанические усилия, как с точки зрения финансового обеспечения, организационного обеспечения и кадрового обеспечения для решения поставленных задач. За Арктику я могу быть спокоен. И как говорит мой доктор судовой, динамика положительная. Так что впереди интересное время. Вот как те самые первые дрифующие станции, СП-1, СП-2, все знали Папанина, скажем так, все знали Ленина. Тогда вся страна была в составе 15 республик. Вся страна знала фамилии Пучиева, Папанина, Шмидта. Сейчас, я думаю, немножко не так. Надеюсь, что лет через, конечно, хотелось бы быть оптимистом, но я думаю, что лет через 5-7, скажем так, вот именно Северно-Морскую Пучь, фамилии тех людей, которые посвятил, допустим, всю свою жизнь, работу, они будут уже, будет каждый знал. Здесь на севере, как говорится, природа суровая, люди добрые. Мне очень это импонировало, и я остался, и живу, семья здесь и живет. Так что я думаю, что в этом плане все будет хорошо, на экипаже атомных ледоколов, в общем-то, сделают все от нас давище, чтобы просто любые задачи, которые перед нами стоят, решать максимально эффективным и безопасным способом. Ну и, наверное, удачи надо пожелать нам всем, для того, чтобы действительно природа была благосклонна, и мы могли оперировать этой суровой, но стратегически важной магистралью. корабли расстаются, как женщины, все судачат, все хрипло кричат, кораблям, где-то встречи обещанным, и рюкзак брошен в угол с плеча, а за окнами Арктика бесконечной льды, черно-белая графика невеселой воды, только где-то на севере, далеко, далеко, будто солнце просели решета облаков. Ты стоишь Словно белая истина, Ты молчишь, как великая скорбь, подожди, дай разлуку мне выстрадать, путь до встречи не легок и скорбь, а за окнами Арктика бесконечной льды, черно-белая графика невеселой воды, только где-то на севере, далеко, далеко, будто солнце просели решета облаков. Наши дни не усыпаны розами, и дороги все чаще в разброс. Ты уйдешь зимовать под морозами, и аж на юге растаю как лед, а за окнами Арктика бесконечной льды, черно-белая графика невеселой воды, только где-то на севере, далеко, будто солнце просеяли решета облаков. Ну, прощай, небо хмурится к вечеру, и гудки над льдами скулят. Ну, прощай, здесь и сравнивать нечего, мы и есть эти два корабля, а за окнами Арктика бесконечной льды, черно-белая графика невеселой воды, только где-то на севере, далеко, далеко, будто солнце просеяли решета облаков. облаков. Облаков ой, облаков. Облаков облаков ой, белья у Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...